Мы говорили о том, что есть последствия, когда мы неправильно используем Божью мораль. Все равно человек есть человек. Вот этот момент инстинкта или же то эроза, которая поднимается во многих из вас, из нас, оно всегда существует. То ли мужское, то ли женское состояние, оно всегда происходит. И когда не... Это не... Это... Послушайте, я говорю о вещах, которые очень серьезные и шокирующие. Может быть, для многих и многих из вас. Может быть, даже неприятно слушать такие вещи. Но реальность такова, что... Сексуальная революция 60-х привела нас к бедствию такому. Ужасному бедствию. Наркомания. В наркомании, как говорится, отключается голова, все остальное начнет работать. Все эти вещи, они заставили наше общество стать на колени. Да? На колени перед, можно сказать, искушением, которое каждый день окружает нас. И если мы отходим от Божьей морали поведения, мы наслаждаем в себе проблемы. Очень часто существует такой момент, как бы, попыток. Я не знаю, насколько истинна есть такая история, которую я слышал, что в советское время, будем говорить так, религиозное подсознание было утрачено у еврейского народа. Люди знали, что такое, может быть, как ханука, там, как бы, праздник. И мацу ели, ну, не все, как бы, седр, все, как бы, мацу где-то сделали, кусочки там. И бармитцва для мальчиков оказывалась попытка входа в взрослую жизнь. То есть, я не знаю, насколько это правда, еще раз. Но я слышал, как некоторые евреи говорили, что для меня бармитцва была тем, что папа с мамой сделали день рождения, и в эту ночь сняли проститутку, и я стал мужчиной. То есть, понимаете, да? Вот это, люди говорили, вот это моя бармитцва. Реальность к чему приводит таких вот экспериментов? Акспериментирует молодежь сегодня очень много. И как сексуальная революция, которая пропагандируется через MTV, через фотографии, через гламур, через все, через телевизор, она толкает молодежь на тот момент, как изучить свои отношения. То есть, испытать одно из негативных последствий таких вот попыток приводит людей к простой проблеме. Это становится привычкой. Да, очень много семей, женщин живут под страхом потерять своего мужа и не могут ничего сделать по причине того, что он гуляет. Бабник. Откуда все начинается? Начинается это все с того момента, когда люди приступают к мораль Писания. Мораль Писания. Если в Ветхом Завете парень, который соблазнил девушку, даже если он ее любил, и все произошло у них до хупы, будем говорить так, либо они должны были сразу жениться, то есть, как бы без всяких этих вариантов, никаких вариантов, либо на небеса обоих. Да, причем это самое, жениться без всяких вопросов. Красиво, некрасиво, это твои уже дела. То есть, это должен был сделать. В современном мире, даже к большому сожалению, среди еврейского народа происходят вот такие вот попытки исследования. Вы знаете, еврейский народ любит за себя делать всякие истории, всякие рассказы. Я вычитал один рассказ, который приезжает молодой еврей из местечка в Одессу, и еще не женатый, но, как бы, все, оно хочется, и не знает, как спросить, где публичный дом. Стесняется, молодой. И подходит к одному еврею, говорит, скажите, Ребе Шлома живет на улице Польская, 19? Говорит, кошмар, молодой человек, что вам в голову вышло? Там же публичный дом. Ой, я же не знал, извините, я думал, что он там живет. Знаете, узнай, где. Момент этот очень опасный для любых поколений, независимо от того, пожилое поколение, либо молодое поколение. Когда мы узнавали, что наши друзья приступали к завету, и они имели себе любовниц, либо любовников на стороне, это был кошмар, конечно, когда до свадьбы люди сходились в сексуальных отношениях. Для нас было очень больно, всегда очень больно. Самые близкие друзья, и особенно верующие, всегда так было большой раной для нас. И Михаил Давидович, это мой тесть, Татьяна один раз позвонила к нему, говорит, папа, мне так плохо, потому что самые дорогие друзья вот так вот попали по полной программе. И он сказал простую вещь, говорит, доченька, как говорится, любви все возрасты покорны, но также и искушения в жизни каждого человека приходят независимо от возраста. И Павел говорит так, противостаньте дьяволу, противостаньте искушения, и они от вас уйдут. Каким образом можно восстать? Это самоконтрольное, самообладание. Поэтому любые попытки экспериментировать в своей жизни с сексуальными отношениями всегда заканчиваются проблемы. Грех, такой, как мы называем, блуд, вот такими словами, он имеет в себе двойную сторону, как монета с двух сторон. С одной стороны, это духовное состояние, когда народ, блудя, уходит от Бога, и другая, это блуд против собственного тела, то есть наказываешь сам себя. Притча об этом говорит. Царь Соломон, да, Шлома говорит о том, наставление сыну своему, что не делай так. Эта женщина, за которой ты пошел, ее ноги тянутся куда? В ад, в преисподнюю. То есть, вовлекаясь, совлекаясь с ней, ты тянешь всю свою жизнь в преисподнюю. Молодежь сегодня читает, что это всего лишь попытка, Бог прощает, Бог милущий и без проблем. На самом деле, Бог прощает. На самом деле, Бог прощает. Но данный грех, данный грех, он в себе имеет закон, знаете, самонаказания. Блудник говорит, что он грешит против собственного тела. Против собственного тела. Бог прощает, Бог прощает любой грех. Царя Давида Бог простил, но он нанес себе автоматическое наказание. Оно несет. Поэтому многие люди, когда думают, что даже они уже повенчаны, повенчаны, или там взят, помолвлены, помолвлены, и до свадьбы остается там буквально несколько дней или там все, и как будто ничего, мы же уже муж и жена. Официально нет. Муж и жена. Имеют секс. Скажет, ну что же такого? Все равно оно хлынет. Я не знаю, насколько, но очень большой процент людей, которые беременеют до свадьбы либо до официального расписывания, они теряют своих детей. Я не знаю, какой бы дождь. В моем опыте, как служитель, все люди, с которыми мы общались, которые говорили, у нас такая ситуация, я забеременела, у нас было отношение до свадьбы и так далее. Они теряют первого ребенка. Это уже есть как проклятие, то есть наказание, которое тяжко как и для папы, так и для мамы. Одно из наказаний. Царь Давид потерял своего сына. А? То есть есть закономерность, правда? Поэтому такие попытки не заканчиваются успехом. Технически изучение до брачных отношений вносит в брачную семью жестокость, насилие и всегда желание получить что-то, чтобы удовлетворить свои нужды, вместо того, чтобы отдать. Рав Шаул говорит такие моменты, что и теперь не жена владеет своим телом, но муж. Также и муж не владеет своим телом, но жена. Это не означает, что есть насильные отношения. Это означает, что мы отдаем, даже если у нас какие-то чувства не совсем правильные, мы отдаем для того, чтобы была гармония. Люди, которые вовлечены при свадебном отношениях, всегда сфокусированы на личность противоположного пола, на его тела, вместо того, что это личное значит для него. любить девушку, или парня, и лечь в постели две разные вещи. Я понимаю, о чем я говорю. Я понимаю, что об этом не учат в общинах или в церквях, но это необходимое понятие, нужно каждому человеку. Даже если ты еще не женат, ты не был ни разу женат, тебе нужно понимать, пойти в постель с ней, экспериментировать свои чувства, выплеснуть, и любить девушку две разные вещи. Потому что когда ты говоришь, почему ты переспал, так я же люблю ее, это не означает, что ты любишь ее, ты любишь себя. Когда я лег в постель с девушкой, просто я делаю несколько вещей. Я хочу удовлетворить свои чувства без желания ждать. Я не хочу ждать, я хочу сейчас и удовлетворить все свои нужды. Ложаясь с ней в постель, это означает, что я использую тебя как инструмент для своего удовлетворения. Ничего более. Лечь себе в постель означает, я люблю себя, то есть мне безразлично все твои чувства, что ты думаешь, я себе так хочу, для себя. или другой манимонент, я хочу просто развлечься. Что означает, я люблю девушку, я люблю парня. означает, что я буду ожидать. Настоящая любовь, она будет ожидать. помните этот мультик, я твоя навеки, Ваня, да, я ваша навеки. Любовь означает, что ты для меня навсегда, нет ограничений, у меня другого выбора нет. это означает, что моя дружба с тобой будет навеки. Когда на еврейской свадьбе разбивает стакан, я знаю, что по традиции это как бы напоминание нам о разрушенном храме, потому что однажды во время веселой свадьбы арабе сильно возмутился и сказать, как вы можете веселиться, когда храм наш разрушен. То есть после этого пошел этот момент разбивать бокалы и все остальное. Поэтому в России тоже разбивали рюмки и все остальное. Веселились просто они не понимали что это делать. в Питере получается где вот это мост там перевалю и все обещание там как бы такое место где свадьбы проводят набережная вся в один стекле разбивают да. да. Но но это есть как бы традиция но реально смотрите если вы помните что это означает для меня когда мы делаем кедуш это бокал с вином выпивает невеста потом потом выпивает жених и вино всегда является заветом то есть все мое твое твое мое мы с тобой навеки и чтобы подтвердить что ты навеки ты разбиваешь стакан или же рюмку из которой пили двое из этого стакана уже больше никто не может пить понимаете да это любовь настоящая говорит о том что из нашего завета уже никто не сможет пить понимаете да все равно ты спишешь что-то да любовь к девушке означает что я никогда не остыну тебя любить хотя многие говорят пошла любовь помяли помидоры и помяли тоже тут потоптались потоптались все ничего не осталось вы понимаете да потому что повять помидоры могут потому что не поливаешь а потоптать потому что знаешь злость ненависть и я встречал молодых людей которые или же взрослых которые говорили слушай я я не знаю что-то меня так я жену свою не люблю что-то она раздражает надоело все тут деву одну женщину встретил слушай как как будто первое да какой-то первый раз вот это состояние бабочки да такое внутри что-то такое аж во мне это возбудило такой страсть я об этом постоянно думаю все я чаще всего спрашиваю какие же ваши отношения были до до свадьбы с женой своей ну вот мы встречались все эти чувства такие были все были отношения до свадьбы ну да мы поэкспериментировали как бы это нормально все мы потом женились и вот это чувство как будто оно притупилось а вот это прошла любовь я говорю посмотри внимательно когда ты встречаешься с девушкой и особенно когда ты первый раз взялся за руку у тебя чуть ли не отсюда все опустилось ниже колена и ты думаешь это любовь когда тебе тебе родители не запрет где ты ходишь а ты еще за углом там с девушкой обнимаешься это чувство возбужденности таких особенных чувств внутри трепещет запретный плод он он сладок когда у вас даже чувства эти мораль божью и вы сошлись в постели чувства запретного вы прятались вот эти чувства ты переживал и ты считал что это твоя любовь этот молодой человек говорит слушай ну да и когда ты встретил эту свою вторую девушку что ты сделал ты тоже сам приповелся на том чтобы тебя никто не видел это это состояние адреналина которую выливается чтобы ты тебя не видел вот ты с ней постоял и ты опять все ниже планки все упало и потом когда ты поцеловался главное чтобы никто не видел эти чувства ты опять принял за любовь что не является истиной Эрос не может Эрос должен работать в паре я хочу сказать что Божий план и Божия мораль она не должна быть нарушена никакого случая когда нарушается Божия мораль мы не можем понять полноту любви на самом деле любовь это не чувство которое ты переживаешь первый раз и там твои желания лечь в постель любовь это долгосрочное посвящение и желание перемен потому что каким я был когда мне было 18 лет и каким я сейчас две большие разницы моя любовь которая была выявлена в 18 или там 20 лет и которая выражается сейчас две большие разницы вы понимаете да люди говорят братья или сестры я перестала любить своего мужа перестала любить свою жену что-то мне не хочу домой идти там начинаются скандалы все что ты делаешь для того чтобы убрать эти скандалы что необходимо сделать ну люди разгорают подзаливают но что нужно сделать поймите что покрытие каких-то ошибок недостаточно нужно что-то что-то сделать нужно сделать еще по понятию уважения второй половины настоящую любовь проявляет уважение к другой половине знает ее нужды ты принес цветы для своей жены внезапно в течение 5 лет ты не носил ты вдруг принес цветы и скажешь что случилось понимаете да но на самом деле это возбуждает какие-то уже другие отношения чувства любовь это не просто внешняя позиция это проявление внутреннего состояния человека внутреннего состояния человека да чем знаете что в законном вообще запрещено иметь многоженство да но реально реально вот такие вот исследовали или попытки взаимоотношения до свадьбы там иметь много партнеров пробовать кто из них подойдет тебе побуждает человека к пониманию как многоженство понятие да можно иметь запись в одной жены но и на самом деле носить деньги и все другое другое я понимаю это это каждая бы убила бы я понимаю но вопрос не в этом мы видим что проблемы или же не проблемы испытания и трудности приходили в жизни патриархов которые попадали в сети вот это многоженство приносилось приходили проблемы а если сегодня даже люди которые живут в таком гражданском браке у них все равно есть желание еще искать себе молодых либо либо немолодых каждый возвращается по своему пониманию и это проблема которая сказывается на всю семью на детей и это проблема физическая и духовная мы видим что Авраам имел проблему конкретную проблему с сыновьями по той же причине я понимаю что в то время нужно было размножаться и все остальное но проблемы принесли много проблем яков мы видим проблему которые пришли в его жизни из-за той же проблемы царь Давид шлом и мы видим что это проблема брехаташа в новом завете говорит о том что кто епискосов желает то доброго дела желает то есть кто хочет быть служителем хорошее дело но ты должен быть муж одной жены ты не знаешь что ты как многие интерпетируют ты должен был один раз был женатый не в этом говорится а говорит муж одной жены чтобы угождать чтобы ты заботился о своей жене если ты можешь заботиться о своей одной жене и своих детях то ты сможешь быть способен заботиться об общине понимаете да потому что у нас община одна а не две не три не четыре я понял что многие насаждают еще другие апостолы но если мы не сможем заботиться о своей одной жене о своей семье то мы не сможем заботиться о полноте вопросы может ли рассматриваться вот вы сказали что вдруг муж уносит деньги другой а там это самое и так далее что что не понял но комментарии к тому что допустим причина того что муж уносит деньги к другой а приходит к своей жене может ли рассматриваться это однозначно досторонним может быть как правило большинстве случаев причина может быть немаловажна и самой жене что муж уходит относит деньги другой посмотрите причин может быть много вопрос не в этом причин может быть много но реальность ты женат на жене которая у тебя есть и то то чувство что ты разлюбил ее и не как это слово я буду выражаться не канает понимаете да в первом случае чего ты на ней женился а если тебя на ней женили потому что ты там как бы извините она дочь какого-то была председателя председателя коммунической партии а ты попал потому что папа застукал ты женился извини попал это ты должен нести и прилагая усилия любить свою жену никто не снимает от ответственности проблема на самом деле твоя с таким же успехом он может продолжать любить свою жену и носить деньги другой да если это верующий человек я бы это самое сделал бы секир по полной это самое помидоры и как раз было хорошо он нашел вдову которая нужна помогать да это тоже есть разные извращенцы слушайте на самом деле я встречался я встречался с очень разными людьми которые больны на голову на самом деле имея вид благочестия но а силы от божьей отрекшися великие благодетели утешители вдов и так далее павел об этом говорит они врываются в ваши дома возвращают ваших жен и так далее и таких удаляйте таких это распутники они даже не могут называться братьями и сестрами это люди которые извращенные они пошли за мздою за разрушением за то чтобы это не должно быть в описании так не должно быть вы посмотрите насколько и язычество дало проблем по церквям и по общинам уже того времени в законе Израиля было спокойно очень нормально ты должен быть женат и женат должна быть одна честно я не вижу других чтобы имели две жены один пророк имел одну жену там еще я не вижу что это была позиция большинства людей и если люди приступали законы супружеской жизни их побивали камнями одна вещь помните если муж подозревал свою жену в неверности он приводил ее перед чем перед священником все религиозное общество несло ответственность друг за друга а язычество приносило вред конкретный вред и они пытались внести в свою еврейскую культуру еврейскую веру свои перемены поэтому коринфянам Павел пишет строго вот я приду уже не буду такой вот мягкий каким хотите чтобы пришел строгий или же это самое таким хорошеньким момент есть очень важный Израиль четко знал свои позиции понимаете как евреи закон был написан если ты имеешь отношения с другим человеком и тебя подозревает муж и пойди по священнику выпей этой водицы стилицей и все и либо ты распухнешь либо тебе будет все хорошо да понимаете да то есть о неверности мужа можно было только по-другому сделать но если застукали их вместе и побивали камнями то есть понятие было четко и на сегодняшний день мы не имеем этих нравов даже само еврейское общество отошло от этих нравов но они учат своих детей о верности единственный момент развода это неверность жены даже не мужа неверность неверность жены но в христианском понимании еще говорить так не должно быть вообще что Бог сочетал человек да не разлучит момент даже потом начинается если может выйти замуж если муж один из супругов умер Павел дополняет это если кто из либо из супруга верующий или неверующий если муж неверующий и хочет оставаться женой верующей то он освящается женой верующей и дети так же интересный момент но если он не хочет жить со своей женой то есть она уверовала он стал противником этого всего и не хочет то что свободно свободно этот принцип тоже взят в иудаизме они взяли его из тех же моментов писания которые мы читаем если кто вот я знаю Джоша Шулов который в Израиле у них пенсианская община один тратоксальный еврей узнал что его жена уверовала и все он что сделал он развелся с ней посчитал она неверно иудаизм даже предоставляет тебе спокойный развод если жена неверующая вернее это самое не неудейка и не хочет принимать геюр ты свободен от нее избавиться но если это ты хочешь чаще всего это как бы наслаждается что должна быть чистая раса чистые еврейские дети и так далее и так далее должно быть все правильно восстановление Израиля мы должны быть чистые среди своего народа но реальность такова что писание для нас говорит о том чтобы мы правильно относились к другу были верны по писанию вопрос ты хотел задать а хочешь свидетельства давайте дополнить сразу вы говорили о любви браке вот я сразу вспомнил одну семью очень хорошо их знаю служителя муж с женой и как бы у них была ячейка я приходил постоянно к ним на ячейку я видел как у них отношения складывались хотя еще не был женат тогда я и было очень туго у них отношения с друг другом и общаясь даже на ячейке они порой даже на ячейке ссорились как бы что ты заткнись да ты сама заткнись и так далее там и все то есть ну очень тяжело было я видел как они друг к другу относились но не было я не я не видел любви и потом через некоторое время через несколько лет можно сказать я увидел что они настолько стали крепче с друг другом и к друг другу что ну как бы даже удивился почему так и один человек сказал такую мудрую мудрую мысль мудрое слово такой говорит когда вот взаимоотношения между мужем и женой приходит обязательно говорит божий кризис божий суд к ним и говорит и у них два варианта есть или развестись или начать служить друг другу все так в этом смысле он должен начать ну естественно муж ну кто-то глава семьи да смотрите притча 25 глава 28 стих что город разрушенный без стен то человек не владеющий духом своим самообладание необходима часть семейных отношений основа 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 я хочу чтобы вы понимали если человек не может воздержаться до супружеской жизни как бы своих удовлетворения своих нужд или своих то что бог сотворил в нем сексуальных отношений и он приступает мораль божью то я даю гарантию что это человек не сможет себя контролировать и после когда он войдет в супружескую полноту если была неверность до то останется она и во время супружеской жизни потому что желание которое внутри нас вы помните богом вложенные в нас естественно желание сексуальных отношений противоположенных полов вы поняли да меня потому что некоторые люди считают что гомосексуализм тоже является сексуальным отношением которые вложены богом но на самом деле это извращенное понятие сексуального отношения иначе бог бы не сотворил мужчину и женщину сотворил бы мужчину мужчину или женщину женщину там не было бы размножения но именно и иудаизм и христианство неоднократно относятся к таким проявлениям любви да много было сказано по поводу того что муж глава семьи и что жена подчинена мужу какой статус имеют братья и сестры когда не замужем и не женатые не имея родителей в отношении сестер к братьям и братьев к сестерам еще раз ну статус допустим к примеру жены перед мужем как бы там она боится мужа уважает все такое вот и муж глава семьи да вот какой статус подобные сестер и братьев которые не женаты и не замужем имеют есть ли у них должно быть ли у них равноправие типа как демократического такого или все-таки где-то какое-то главенство братьев должно присутствовать смотрите я понимаю такой вопрос что отношение даже сестер к братьям братьям к сестрам во-первых мужчины должны относиться к женщинам как к сестрам как к сестре да сестре это значит с уважением почтением оберегать если даже кто-то знаете обидит ее застать на защиту то есть это это семья в первую очередь это подойти сказать что не прав лучше извиниться и так далее отношение к ним как все равно к невыгающим сосудам что они имеют себе состояние как немощи сестры сестра должны относиться к братьям то ли родным братьям старшим младшим неизвестно нет разницы с уважением так как они уже как бы уже в половом состоянии они уже мужчины да да и бог видит семью со стороны не женского состояния а со стороны мужского состояния то есть состояние есть муж глава семьи и если мы правильно как с сестром если сестры будут правильно относиться к братьям почитать их как мужчин которые берут на себя ответственность и важность не унижать их в никаком случае не обзываться то они поднимут тот уровень важнейших понятия что он является главой вы можете представить себе вы хотите замуж выйти за парня и вы ему еще толкаете всяких толковых то он никогда на вас не обратит внимание это первое это первое когда идет понимание этого оно не лицемерно мы научены в этом тогда идет состояние уважения друг к другу не без того что в любой семье ссорятся и когда люди поссорились по причине у кого-то может быть менструация началась началась такие проблемы с головой с здоровьем психика женский организм так реагирует раздражительно мужчины до этого не догонять потому что у них этого нету понятия и они удивляются что происходит типа что это самое что происходит начинает либо влазить в душу что происходит а ей лучше лучше не подходи ко мне а то убью а они не понимают здесь понятие того что в иудаизме как только начиналось такие вещи время очищения то сестры давали знать о том что у них время очищения они ходили у них молитвы у них было омовение очищение все остальное и все прекрасно понимали что период начался срабатывает нормальная логика к ней писание говорит не дотрагиваться опа понятно понятно оставила ее в покое она пройдет через это сама большинство христианского понятия нет этого нам стыдно об этом говорить что такое нам стыдно говорить об этом но реальность религиозной жизни была такова законам написано об этих вещах и ты не мог его избежать знаете это было нормально чтобы сказать слушайте у меня начались дни очищения критический день не называйте их по-русски менструация началась у меня не надо говорить критические дни начались все это самое поэтому существовала миква они омовение все как нужно чтобы не было притраган даже после этого было сестры которые за этим следили даже до сих пор сегодня в иудейской культуре за этим следят для чего для того чтобы какой календарик там это там есть специальные специальные женщины которые как мы говорим деканисы да но вам знаете деканисы они старцы старец которые смотрели за эти вещами наблюдали чтобы чтобы контролировать это все учить об этих вещах чтобы чтобы баланс в семье чтобы баланс был в обществе верующих людей мы этого не хотим говорить об этом и поэтому у нас очень часто бывают конфликты придурочек когда что с ним происходит подходишь лучше в сторону ты не не суди потому что это организм будь спокойны а также сестры не могут определить что с братьев происходит потому что братья несут внутри очень много стресса внутри они не они не не наружу сестры выпрыскивают наружу а тебе с этим разбирайся знаете как у нас бывает такое мы садимся в машину едем мне жена говорит вот что я узнала и вот что происходит бам-бам-бам и договорила и что мне теперь с этим делать там разбирайся я говорю правильно ты себя высказал я должна была себя вытащить все это а теперь я сижу с головой больной головой как с этим разбираться вот хорошо перенести с одного с одной головой в другую и вы поймите что вот этот вот это писание вся Тора да она говорит нам о том чтобы как себя вести в обществе 613 заповедей они для того и даны были уже человек это Моисей дал для того чтобы была гармония внутри общества понимаете да Ишуа об этом говорит весь закон он не говорит только он говорит весь закон я могу заключить в двух заповедях возлюбить Господа Бога всем сердцем своим всей крепостью и всей своей волей да даже телом своим и вторая подобная ближняя как самого себя очень просто весь закон но туда входят все эти вещи смотри как ты ходишь когда ты как ты встаешь что ты делаешь даже как ты в туалет ходишь есть молитва которая Господи Боже спасибо что ты сотворил все дырки во моем теле что они за эту ночь не закрылись что все все выходит то и выходит входит и выходит нормально это все нормальные вещи и мы должны учить извините мы должны учить наших детей об этом уважение к сестрам уважение к братьям но поймите что в течение тысячи лет этот вопрос вопрос сексуальности вопрос отношений вопрос поведения человека в морали которую Бог поставил не поднимается в общинах не поднимается в церквях особенно если делаешь конференцию то вообще об этих вопросах даже не говорить все да все до вопроса